Всем привет, с вами Вульф и сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 2. В прошлой серии, как вы помните, мы познакомились с главным персонажем игры. Это Эдсо Аудитория и также мы сбежали из Абстерго. Так, давайте купим что-нибудь. Ну, походу, дело купить нечего. У меня в сумке 47 паринов. Но этого, видимо, недостаточно. Или просто магазин пока что закрыт. И, ребятки, не забывайте ставить лайки. Потому что лайки помогают, точнее, мотивируют меня делать больше видео. Только ваши лайки, ребятки, поэтому про них тоже не забываем. Хоть и не набралось на первой части 25 минимум лайков, по-моему, 18 набралось. Но, все-таки, думаю, спустя какое-то время 25 штук наберется. И поэтому вы свою часть сделки, так сказать, выполнили. Ну, замечательно, я теперь еще чуть не умер. Блин, меня заболели. И мы предлагаем их замечательные произведения. Нет, не заболели. Так, ладно, давайте уже к заданию непосредственно пойдем. Тут, кстати говоря, очень легко сбежать. В отличие от первой части. И это меня радует. Джованни Аудитория. Привет, отец. Пойдем со мной. Что такое? Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю твои вчерашние стычки с Вьерипаци. И о Визите к Кристине тоже. Теперь нас ругать будет, что ли? Твое поведение недопустимо. Ты... Ты... Ты такой же, как я... Хе-хе-хе-хе-хе. Вот так-то лучше. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово. Да нет, не помешают. Я готовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Окей, сейчас доставим посыльный. Доставьте письмо Джованни Лоренцо Медичи. Хорошо. Почему-то там запятой не было. Поэтому я так прочитал. Как-то не очень хорошо. Так, ладно. Продолжаем. А как открыть базу данных? Я просто не знаю, ребят. Вот база... А, вот база данных. Вот люди. Ну, контакты есть. Джованни. Ну, не знаю, ребят. Давайте я пролистаю для... Просто справки. Вы прочитаете? Просто не хочу на этом внимании заострять. Так, ну, читайте. Я надеюсь, вы прочитали. Хотя, ладно, давайте я сам прочитаю. Джованни Аудиторий. Год рождения 1436. Банкир, советник, дворянин. Джованни Аудиторий был одним из самых блестящих банкиров Лоренции 15 века. Он координировал работу отделений банка Медичи по всей Италии. Пока Лоренцо занимался политикой, именно Джованни, занявшись деятельностью банка в других странах, заметил бедственное положение Лионского отделения. Предупредил Франческо Сассетти и тем самым спас банк. Такой талант был должным образом вознагражден. Джованни Аудиторий стал близким другом и советником Лоренции Медичи. А в 1471 году он успешно провел переговоры с Папой Римским, убедив его оказать поддержку банку Медичи. Благодаря Лоренцо подарил Джованни дворец. А, благодарный Лоренцо, блин, что-то я не так прочитал. Ну и давайте про нашего дорогого Этсо Аудитория прочитаем. Год рождения 1459, школьник-дворянин, Этсо Аудитория. В своем дневнике за 1474 год Мария Аудитория, мать Этсо и одна из величайших флорентийских летописцев, пишет, что ее сын упрямый, крикливый и стремится быть первым во всем, но такой пылкий, что на него невозможно сердиться. Судя по жалобам, боданным на него несколькими аристократками, можно заключить, что Этсо был еще и распутником. Он учился у знаменитого банкира Джованни Торнабуони. Однако, судя по всему, обучение было прервано, когда Этсо исполнилось 17 лет. Одновременно он упоминается в связи с каким-то ужасным преступлением. Сведения, которые мы обладаем, не позволяют понять, что именно произошло. Но после этого события Этсо не упоминается в хрониках, словно бы он и вовсе не существовал. Так, Федерико Веспуччи. Ой, какой Веспуччи? Федерико Аудитория. Я просто не на то посмотрел. Так, Федерико Аудитория. Год рождения. 1456-й. Школьник-дворянин. Федерико старший брат Этсо и старший ребенок в семье. В 19 лет получил должность клерка в банке Медичи. Однако, судя по всему, он не работал, а бил баклуши. Эта запись сделана в книгах банка Медичи 17 сентября 1475 года. Однако, была обнаружена пропажа мешка с золотыми флоринами, когда в банке началась паника. Старший Аудитория подошел к Франческу Сассетти и с улыбкой сказал, что мешок спрятан на крыше дома. Если бы Федерико не был сыном Джованни Аудитория, я бы попросил о Лоренце Медичи заковать его в кандалы. Неудивительно, что Федерико был уволен вскоре после того, как ему исполнилось 20 лет. А зачем он рассказал-то, где находились деньги? Кристина Веспуччи. Год рождения 1459-й. Школьница-дворянка. Кристина Веспуччи была известной флорентийской красавицей. Многие художники, в том числе Боттичелли, рисовали ее портреты. Ммм, красавицей. Этсо как раз себе такую и выбрал. Стражники, нанятые ее отцом, утверждали, что Этсо неоднократно навещал Кристину, но им ни разу не удалось поймать его, так как он был невероятно проворен. Кроме того, Кристина отчасти поспособствовала карьере своего знаменитого кузена. К чью честь, позднее был назван один континент. Однажды на званом обеде она завела разговор с Лоренцо Медичи и Манфредо Содерины о том, каким искусным моряком был ее двоюродный братец. А позже, похоже, что ей хотелось произвести впечатление на Лоренцо, и поэтому она слегка преувеличила талант своего кузнеца. Очаровательной ее красотой Лоренцо согласился взять его к себе на службу. И пытая Меригу, клянусь, через пару лет ты дашь своей компании его имя. Она, конечно, ошиблась, но ненамного. Да, ясно. Так, ну все, прочитали. Да, с моей дикцией это, конечно, не очень хорошо получилось, но да черт с ним. Могли и пропустить, в принципе, кому не нравится. Так, ладно, ладно, давайте на задание побыстрее. Немножко отвлекся на это, конечно, но да черт с ним. Надо было мне сначала прям читать про всех этих персонажей в игре, а то пришлось вот так вот остановиться и прочитать сейчас. Но все равно прочитали. Не-не-не, отвалите, ребят. Пошли нахрен. Не трожьте меня. Привет. Ну нормас, а ты как? Письмо для мессера Лоренцо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Ну, давай, передай его. Они уехали на виллу в Карачио и вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Ну ты что, отдашь ему письмо-то? Вернитесь к Джованне. Ладно, хорошо, погнали. Почему не говорят, вернитесь к отцу, не знаю, а именно к Джованне. Как будто он ему не отец. Ой-ой-ой, извини, чувак. Не специально. Это было не специально. Так, Федерико, тебе чего? Должай работать, Бискеро. Ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци в тюрьме. Опасность миновала. Так, я беру, пожалуй. О, 102 флорина. Неплохое такое вознаграждение, да? А, здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоранца нет в городе. Хм, этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ладно, помогу семье. Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отца. Я, конечно, не знаю кто-то. Но я тоже рад. Точнее, я знаю кто это, ребята, но не буду спойлерить. Так, помочь прежде всего нужно Марии аудиторией. Матушке Этсу, я так понимаю. Я, если честно, смутно помню. То есть, кто в этой игре? Отошел после вчерашнего. Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной. А что надо делать-то? Пойдем. Это недалеко. Пошли, пошли обязательно. Помогу тебе. Друг семьи, помогите Марии. А это, как вы поняли, Леонардо да Винчи. Сейчас мы с ним встретимся. Все равно вы, ребят, бы это через минуты-две узнали. Что мы встречаемся с Лоренце Ауди... Ой, еще и несу. Лоренце да... Лоренце да Винчи. Да что я говорю? Леонардо да Винчи. Я же совсем... Котелок не варит, блин. Лоренце да Винчи. Сэм Лоренце меня запутали. Леонардо да Винчи, естественно, ребят. Что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная. Но скоро все закончится. Так, про банки можно прочитать. Но я буду читать только про персонажа, наверное. А может и про банки прочитаем. Можно, в принципе, это сделать. База данных. Так. Ну, погоди. Люди, места, документы. Общество. Ну-ка, что там? Ну, это про банки. Ладно, не буду читать про банки, ребят. Сами понимаете, не особо хочется. Просто буду читать про людей. Так, для справки. А про банки, я думаю, все знают. Вот. Мастерская Леонардо во Флоренции. Ну, привет, Леонардо да Винчи. Привет, привет, привет. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын. Это. Мольто онорато. Лунора Эмио. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Имаджино. Самовыражение это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Отнесите коробку во дворец-аудитория. Этсо, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. Да так, стелками. А, ну давайте пойдем вперед. Они за мной идут. Живопись? Это прекрасно. Но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатляет красоту мира. А, он еще... Не нарисовал... Это знаменитое будущее. И она была права, да? Насколько я помню, Леонардо да Винчи это первый человек, который смог описать органы человека. То есть, он на своем рисунке изобразил силуэт такого сильного мужчины. Можно сказать, даже... Эталона мужской красоты. Ну, я думаю, все это знают. Так, кладем. Хорошо, займусь. Так, 100 флоринов нам дали, и они куда-то быстренько исчезли. Клаудио Аудиторе. Это у нас сестричка наша. Кстати, давайте прочитаем про людей. Вновь... Да нет, не это... Контакты. Вот, Мария Аудиторе. Год рождения 1432-й. Писательница дворянка. Мне надоели крепостные стены. Мне надоело спокойствие. Я принимаю решения. Я отправляюсь в мир и увижу, что может предложить мне жизнь. Так написала 16-летняя Мария за неделю до того, как познакомилась с Джованни Аудиторой. Ни хрена себе, прям в 16 лет начала с ним встречаться. Ну, в принципе, это неудивительно. Мария родила в семье влиятельных банкиров Моций. Ее дневник, состоящий из нескольких книг, является одним из самых известных исторических источников. Сейчас он выставлен в музее Уфице во Флоренции. Насредство родителей Мария открыла пекарню во дворе семейного дворца и превратила ее в своего рода артистический салон. Именно там она встретила человека, который говорил так убедительно, что я не могла сдвинуться с места. И только на него и смотрела. Этим человеком был Джованни Аудиторе. Мария и Джованни поженились в 1450 году. То есть ей было 18 лет. Рановато. Мария вела дневник еще в течение нескольких десятилетий, описывая свою поддержку, начиная еще художников и свои материнские заботы. Потом она внезапно прекратила вести дневник к неудовольствию историков всего мира. Ну, к сожалению, перестала наднести свой дневник. Итак, Клаудия Аудиторе. Так, там долго... Нет, не долго, совсем мало. Клаудия Аудиторе. Год рождения 1461. Школьница дворянка. Клаудия, третий ребенок и первая дочь Джованни и Марии Аудиторе. Похоже, родители чересчур избаловали ее. Им пришлось увеличить ее преданное на тысячи флоринов, так как своим поведением она распугала всех женихов. В одной из записок, присланной ее родителям из школы, сообщается, что Клаудия напала на одну из своих подруг за то, что она посмотрела на ее парня и нокаутировала ее. Нифига себе. Правда, она сестра Этсу, так что, тебе, думаю, ничего не грозит. Интересно, интересно. Ну, каутировал свою подружку за то, что та хотела отбить ее жениха. Давайте начнем. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? Это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет. Ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. О, господи, зачем тебе в это встревать, чувак? Пускай решает свои проблемы сама. Найдите и накажите Дуччо. Расплата за измену. Ну, дабы все в этом городе находится недалеко. Поэтому мы сейчас быстренько дойдем до Дуччо. Я так подумаю. Что-то FPS в Assassin's Creed 2 так скачет странно очень. Видимо, она для Windows 7 плохо оптимизирована. То знаете, то 45, то 60, даже в GTA 5. У меня... Блин, что ж такое? У меня что-то сегодня икота какая-то. Постоянно меня находит. Поэтому я когда читаю, иногда останавливаюсь. Вот в GTA 5, допустим, у меня FPS 80. А в этой игре то 60, то 45. Как-то странно на самом деле. Так, а куда мне? Наверх, что ли? А, вот, добрались. Променял нашу сестру на какую-то жирную шлюху. Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. И поплотнее, да? О, бирбанты? Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дуччо. Она его сейчас сожрет. Мне такое ощущение. Эй, ты, свинья! Ты кому из них? Эцио, друг мой. Ха, что за черт? Ты оставляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха, а тебе я разобью морду. На это мы еще посмотрим. Много людей мне хотели разбить морду, но так уж ни у кого не получилось это сделать. Ты пожалеешь, а там закрыл рот. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был бастер, не арендо. Все, сдался, что ли, так быстро? Держись подальше от моей сестры. Так, 100 флоринов. Ну, спасибо. Теперь драки доступны. Ни хрена себе. Круто. Я никогда не пользовался всякими вот этими дополнительными заданиями, типа вот этих вот драк, тех же самых, когда проходил игру в первый раз, но, правда, не допрошел ее, к сожалению. Я рассказывал, почему не допрошел эту игру в первой части, как вы помните. У меня просто, напросто игра вылетала, поэтому пройти, естественно, не получилось. Ну, это пиратка, ребята, у меня была. Поэтому и вылетала. Да и комп был старый. Даже очень старый. Он, ну, наверное, топовый комп 2006 года у меня был на то время. Зачем на всех прыгать? Не надо. Привет. Петручч. Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать? Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Ладно, Петруччо. Сходим тебе за перьями. Тайна Петручча. Принесите Петруччу орлиные перья, пока они не... Пока его не наказали за то, что он вылез из постели. Ну, вообще-то, сейчас утрецо, как бы, или он, типа, должен утренний режим соблюдать? Хрен его знает. Так, собранные перья, три штуки. Зачем тебе эти перья? Чувак, я просто не понимаю, зачем тебе эти перья? Что ты хочешь с ними сделать? Может, покрасить он их хочет? И сделать, как, не знаю, произведение искусства какое-нибудь. Че, не сумма. Произведение искусства. Так, ладно, давайте, третье перо заберем. Так, готово. Теперь Петруччу их можно отнести. Но это, знаете, задания очень легкие, не как в первой части, поэтому взрывом моего покана вы не увидите. Я, на самом деле, даже в какой-то степени рад, что задания в Assassin's Creed 2 намного легче стали, чем в Assassin's Creed 1, потому что в первой части они чересчур тяжелые были. Даже слишком тяжелые, что вообще не должно быть. Так, ну, теперь мы возвращаемся к Джованни Аудитора. Вот, как и обещал. Да, першки свои забирай. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Так, че сейчас ты не можешь сказать, чувак? Че, чем делал? Сто флоринов. Замечательно. Так, синхронизация, окей. Теперь нам нужно поговорить с Джованни Аудитора. Естественно. Этсо, входи, сынок. В чем дело? Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в Голубятню и забрать сообщение для меня. Во-бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Окей. По рукам. Так. Доставьте два письма и заберите письмо для Джованни из Голубятни. Затем вернитесь к Джованни. Особая доставка. Два письма из Голубятни. Заберем. Хорошо. Так, ну поручение сейчас выполним, ребятки, и я на этом закончу. три поручения небольших надо выполнить. Это, в принципе, делается довольно-таки быстро. И не думаю, что займет у нас много времени нашего драгоценного. Не знаю, почему я побежал к самому дальнему. Видимо, я это очень люблю сделать. К самым дальним поручениям, блин, бежать. Ну да, черт с ним. Так, вон там Голубятня. и должно быть поручение. В чем дело? Удерживайте какая-то камера альтернативная. Не понимаю, что это такое. Я вообще даже не знаю, как ей пользоваться. Зачем эти значки сделали? Я просто не понимаю. Иногда непонятно, какую кнопку надо нажимать. Так, там еще какое-то поручение у нас. Да уж. Так, и третье поручение. Третий пакет нам надо доставить. Это было довольно-таки быстро, как я уже сказал. Не заставил долго ждать вас. Так, там было что-то такое блестящее и классненькое. Неужели это перо для Петручча? Тысячу перей надо собрать. Ни хрена себе. Где я столько найду перей? Альтернативный режим камеры? А зачем он мне? я вообще даже не знаю как им пользоваться. а третье поручение где-то тут неподалеку. Хорошо, так, надо только зайти внутрь и доставить поручение. нет, нет, болван, случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень, мы не заразные. По крайней мере, я. А ЗЗ. По крайней мере, я. Вот это шутка, чувак. Так, но теперь-то надо возвращаться к Джованне. Давайте я прям там и закончу, наверное, сегодняшнюю серию. Так, залезай наверх, чувачок, и мы на этом серию закончим, пожалуй, сегодняшним. Наверняка, я до тут добежу, и это действие... Тьфу да, я добежу, что я говорю, добегу, и это действие не сохранится. Ну, в принципе, тут недалеко бежать, так что все равно. Все, ребят, на этом все, всем спасибо за просмотр и всем пока.